Территория опережающего социально-экономического развития это больше такой налоговый способ как-то вот привлечь к нам сюда предпринимателей. Железногорск получил статус территории опережающего развития. Газели оборудованы полностью в соответствии с требованиями безопасности, установлена система ГЛОНАСС, установлены тахографы, то есть вдвигающаяся подножка, оборудованы ремнями безопасности. Сельским школам Енисейского района подарили новые автобусы. Я не особо великий спортсмен, просто для удовольствия, не люблю на лыжах кататься, а выходным постоянно езжу. Лисосибирск присоединился ко всероссийской акции «Лыжня России-2018». Железногорск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Создание инфраструктуры будет финансироваться извне бюджетных источников и позволит привлечь в Железногорск высокотехнологичный бизнес. Территория опережающего социально-экономического развития – это больше такой налоговый способ как-то вот привлечь к нам сюда предпринимателей. То есть три этапа, они должны все вместе, видимо, все-таки дать некоторый эффект. Так вот, территория опережающего социально-экономического развития – это не что иное, как также территория промышленного парка. Там предполагается, что должны появиться резиденты, у которых будет ряд преференций. Сейчас в промышленном парке работают два резидента. Это Красноярская инжиниринговая компания и научно-производственный центр «Малые космические аппараты». Еще семь выразили желание зайти. Предполагается, что предприниматели смогут бестаможенно принимать товары и продавать их и воспользоваться налоговыми преференциями. Это уменьшение единого социального налога с 28% до 7%, 7,8%. Это существенная. Если ты работаешь в белую, в чистую, это существенная льгота. Это налог на прибыль в доле федеральной обнуляется. С региональной частью тоже можно обсуждать вопрос. И налог на имущество юридических лиц тоже рекомендуется субъектам Российской Федерации его обнулить. То есть фактически налог на прибыль, налог на имущество и единый социальный налог идет уменьшение процентной ставки. По словам Сергея Проскурнина, создание ТСР в Железногорске в течение 5-8 лет привлечет инвестиции, создаст около 1300 рабочих мест, а налоговые поступления всех уровней составят порядка 20,5 миллиардов рублей. Школьных автобусов в Енисейском районе стало больше. Автопарк пополнился на две «Газели». Одна из них отправится в Новоназимово. Там уже есть автобус, который приводит детей в школу из Назимова и Сергеева. Новая машина поможет разгрузить маршрут. Другая заменит старый автобус, который 10 лет возил детей из Елани и Плодбище в Озерновскую школу. Всего же в Енисейском районе в эксплуатации находятся 15 школьных автобусов. Учеников подводят в Подсесово, Высокогорске, городище Обалакова, Новокоргино, Шапкино, Озерное, Плодбище, Погодаево, Подгорное, Новоназимово, Ярцево, Кривляк и Безымянко. Обновление автотранспорта в районных школах происходит в рамках федеральной и краевой государственных программ «Школьный автобус». Обе «Газели» оборудованы полностью в соответствии с требованиями безопасности. Установлена система ГЛОНАСС, установлены тахографы, то есть вдвигающаяся подножка, оборудованы ремнями безопасности. Все требования безопасности, которые необходимы к школьным автобусам, здесь уже есть. Все новое. В Канске появится отделение юноармии. Уже прошло первое заседание членов местного штаба военно-патриотического общественного движения. Собравшиеся утвердили состав штаба, его руководителя и план работ на ближайший месяц. В рабочую группу вошли офицеры, представитель военкомата, учителя ОБЖ, инструктор по рукопашному бою. По предварительной договоренности штаб организации будет располагаться в пятой школе. Там же в конце февраля 10 учеников пополнят ряды Всероссийского движения «Юноармия». Дата вступления, посвящения в юноармейцы сейчас уточняется, потому что она привязана к различным людям, ответственным за это движение, которые находятся и в городе Красноярске, и в городе Москве, и дальше. Они изъявили личное желание приехать, и мы сейчас график посвящения ждем от них, дату, когда они будут в Канске. В селе Холмогорское Шарыповского района открылась церковь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Ее строительство длилось три года. Свой вклад в возведение храма внесли прихожане, предприниматели, волонтеры и школьники. Кто-то своими руками вышивал иконы, изготовил деревянное резное убранство, кто-то помогал деньгами и стройматериалами. И пожертвования делали, и хожанка Оксана, Людмила, они помогают нам. Аналоги люди сделали, он такой вроде бы дорогой, 6,5 тысяч, но красивый. Потом это самое, кто, коврик из ЦУМа, предпринимательница, которая в декабре у нее, она хоть и вроде как получается мусульманка, но она все равно до нашего храма пожертвовала. И многие люди приходят, просто кто может, ложат какую-то копеечку. Первое богослужение в новом храме провел благочинный Шарыповского церковного округа протеерей Павел Фролов. Он отметил, что благодаря поддержке инициативе главы района сегодня уже действует 9 сельских часовен и церквей. Строительство 10-й начнется в ближайшее время и в селе Новоалтатка. Мне хотелось, чтобы село Холмогорское было добрым селом, селом, в котором жили счастливые люди, чтобы мы всегда помогали друг другу, чтобы главная задача здесь была не ссора, а доброта и понимание, чтобы вот как настоящая сибири, мы жили дружно и дружно жили не просто в селе, а жили во всем районе. В селе Холмогорское проживает чуть более двух тысяч человек, многие из них православные верующие. Участвовать в службах и церковных таинствах они теперь смогут в новом здании, построенном на видном и красивом месте. Мы жили без храмов в своих селах и поселках, и мы, к сожалению, начали учить молитвы в зрелом возрасте. Я порадовалась за детей, у которых будет эта возможность приходить еженедельно, исповедоваться, каяться, прещаться. То есть это на самом деле великое дело, эта церковь. Сейчас прихожанам и меценатам предстоит обустроить церковный иконостас, ограду вокруг сооружения и приобрести необходимую утварь. Все-таки нужно дальше благоукрашать храм, нужно утварь церковная, нужно его подготовить для освящения. Мы его открыли, но он еще пока не освящен. Его будет освящать высокопреосвященнейший владыка, метаполит наш Пантелимон. Лыжня России – одно из самых масштабных спортивных соревнований страны. Оно пользуется популярностью и среди лесосибирцев. Попробовать свои силы в лыжной гонке пришли взрослые, дети и пенсионеры. Всего 340 человек. Очень люблю спортом, люблю заниматься. Я сегодня с удовольствием побегусь. Главное не победа, главное участие. Я не особо великий спортсмен. Просто для удовольствия. Не люблю на лыжах кататься, а выходным постоянно езжу. К лыжной гонке присоединился и глава города Андрей Хохряков. Принимать участие в Лыжне России он старается. Каждый год. Здоровый образ жизни – это пропаганда здорового образа жизни. Приятно, что много народа. Сегодня хороший день, хорошая погода. Народ идет. Мы организовали тут и досуг, и чай горячий. Первый старт для самых маленьких участников забега. Это мальчики и девочки 2010 года рождения и младше. Их дистанция 500 метров. Главный судья подробно объясняет правила и дает старт. Три, два, поехали! Поехали! Мальчишки и девчонки проявляли не меньше усердия, чем взрослые. Изо всех сил они старались прийти на финиш первыми. Алене Наумовой 5 лет. Это ее первые большие соревнования. Ближе к финишу юная спортсменка устала. Пройти дистанцию до конца ей помогли мама и бабушка. Мы здесь каждый год принимаем участие. Нам очень нравится. А в этом году первый раз ее решили поставить. Ну, как вам результат? Нам очень понравилось. Дистанция для представителей адаптивного спорта составила 500 метров. Для всех остальных участников – 5 километров. Лыжня России традиционно прошла на трассе детско-юношеской спортивной школы номер 1 имени Мозалевского. Ее маршрут многим знаком. Лисосибирцы приезжают сюда на выходных с семьями покататься на лыжах. Первыми среди мужчин дистанцию в 5 километров за 15 минут и 15 секунд преодолел Владислав Коробников. Среди девушек лучшей стала Алина Максимова. Это учащиеся спортивной школы. Все участники забега, закончившие дистанцию, получили дипломы и шапочки с символикой «Лыжня России-2018». Мы очень рады, что вы сегодня пришли к нам на встречу. На этой встрече мы с вами поговорим о великом художнике, о нашем сибирском художнике Василии Ивановичи Службе. Коллектив Новоселовской детской библиотеки в постоянном поиске новых форм работы с детьми. Основная задача – привлечь подрастающее поколение к чтению. Все эти разумные, добрые, вечные сотрудникам библиотеки помогают партнеры, одним из которых является Новоселовская детская школа искусств. Возникла идея провести такое неординарное мероприятие, как интегрированный арт-час «Путешествие в мир великого художника», где каждый ребёнок сможет проявить себя творческой личностью, участвуя в этом мероприятии. Методист по работе с детьми Новоселовской библиотеки Алла Голощапова знакомит ребят с самыми яркими моментами биографии художника. Автора таких известных полотен, как «Утро стрелецкой казни», «Бояриня Морозова», «Переход Суворова через Альпы». Мы проанализировали художественное произведение по определённому плану, который существует в художественной школе. И сейчас дали возможность детям порисовать. То есть у нас уже заготовлены краски гуашевые, такие вот вырезанные из картона, глыбы снега предполагаемые. Мы обсудили с детьми, какой там цвет будет присутствовать, кроме белого, и как лучше сделать, чтобы впоследствии эти работы послужили в дальнейшей части. Для создания живой картины пригождаются всё. Платки и шарфы, шубы и дублёнки, меховые шапки и валенки. Очень кстати пришли с ветки тополя, которые воспитанники центра семьи Приморский принесли с собой. Специально для реконструкции картины. Эти мероприятия, они позволяют нам не просто слушать и знакомиться. Мы имеем возможность практически попробовать свои силы в каком-то творчестве, что-то новое узнать. Ну и обязательно социальные дети общаются с детьми, настроение у детей какое-то хорошее. Они как бы побывали в кругу близких людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин